Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами обсудим очень остренькую тему. Это фотография ваших заказов, которые заказчики, как правило, требуют. А пожалуйста, или без пожалуйста, сфотографируйте мне то, что вы мне собираетесь отправить. Как вы соберите, сфотографируйте, потом я возьму, подумаю, решусь и приму решение, заказывать у вас или нет. А с каких листиков, вернее с каких фиалок вы снимаете листики? Пожалуйста, не дайте фотографию этих листиков, потому что вы точно с этих цветущих будете снимать эти листики и так далее и тому подобное. Да, проработав достаточно долго продавцом фиалок, могу вам сказать, что эти вопросы меня удивляют, умиляют, иногда злят, иногда я вообще это все не понимаю. Поэтому я хочу немножко обсудить этот вопрос, вот как бы высказать свою точку зрения. И возможно, вы, услышав мою точку зрения, перестанете заниматься вот этой ерундой, а вышлите мне фотографии. Конечно, конечно, когда вы работаете или, допустим, когда вы заказываете фиалки, когда вы работаете с людьми, когда вы продаете фиалки. Очень хочется, знаете, быть очень хорошей, очень приветливой, покупатель всегда прав, делать вот так, что просят, то и давать. Понимаете, но иногда просьбы именно в фотографиях, а вы мне сфотографируете то, что вы собираетесь мне выслать, это у меня вызывает один вопрос. А зачем? Вы по фотографии сможете определить, по сорту это детка или этот лист, или не по сорту. По этой фотографии вы уверены, что растение будет качественно упаковано, не сломается по дороге, что это растение без вредителей, которых не видно вооруженным глазом, невооруженным глазом. Понимаете, вот зачем эти фотографии? Вот понимаете, я не понимаю этого. Если бы было так, что сфотографировала фиалку, она такая раз и сразу зацвела, понимаете? Вот это я понимаю смысл, да я бы все свои фиалки фотографировала, лишь бы они побыстрее зацвели, понимаете? Или чтобы растение там сфотографировало лист свежесрезанный, а он раз и быстренько укоренился. Представляете, какой кайф? Но это не так, это не так. К сожалению, фотографируйте вы эти фиалки, не фотографируйте. Фотографируйте вы эти детки, не фотографируйте. Но абсолютно никакой разницы это не имеет. Это вообще никак фотография этих растений не влияет на качество продаваемого товара. Вы понимаете? Оценить качество продаваемого товара вы можете только получив эту посылку. И только не в момент получения, а именно когда у вас эти детки прижились, эти листья укоренились, эти фиалки зацвели по сорту. И только спустя там полтора года, ну максимум, ну год допустим, да, вы сможете адекватно, правильно оценить, вот оценить качество товара. Фотография вообще не несет никакой смысловой нагрузки на то, что вы получите. Вы даже размер не можете по фотографии оценить. Я вам реально говорю, я когда заказывала суккуленты, вот я сейчас развлекаюсь в этом направлении, вот суккуленты, такие классные, смотрю на фоточки, вроде ничего, заказала, приехала, смотрю маленькие. Но я же фотографию видела, я же видела эту фотографию с этой ручкой, мне все прислали, мне показалось, я себе в голове нарисовала, что они вот такого размера, понимаете, а они оказались маленького. И, ну не настолько маленького, как маленького, но все равно, понимаете. И даже если вы сомневаетесь в размере той детки, которая к вам приедет, девочки и мальчики, я повторяюсь, повторялась и буду повторяться, что фиалки, детки, имеют вообще разные сорта, они имеют разный размер деток. Есть сорта, у которых большие детки сразу, есть сорта, у которых маленькие детки, есть сорта, у которых листья крупные, есть сорта, у которых листья маленькие. Вы никак не сможете с листа, вот просто размер листа вообще не зависит от количества деток, качества этих деток, просто вот понимаете, ну это настолько все субъективно, что здесь объективной оценки по одной фотографии, которую вам сделает продавец, ну нету ее, ну нету. Но я не понимаю, зачем фотографировать, не понимаю, объясните мне, я не понимаю, вот реально, вот просто вот сколько я заказывала, сколько я покупала через интернет, и бывает приедет крупная, красивая, большая и сдохнет на следующий день. Бывает приедет такое несчастное, заморочное, побитое в коробке, я вам делала видео, даже снимала, какая коробка приехала, эти детки растут просто как бешеные, понимаете, у них просто вот какая-то вот дикая жажда жизни оказалась после этой трешевой пересылки, и они просто начали расти, 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 расти. Поэтому вот я просто хочу вот обратить внимание на то, что мы с вами иногда вот дико нерационально используем свое время, потому что реально это сложно сфотографировать этот заказ, потому что нужно его выставить, его нужно собрать, его нужно подбежать, там это все поставить, чтобы оно было нормально выглядело, потому что вроде так смотришь нормально на камере, ну вообще страх Господний. Понимаете? И очень многие вещи вот такие вот, которые просто, вот они влияют на качество не просто вот жизни, понимаете, потому что вот этот вот, который заказчик, он требует эту фотографию, ты эту фотографию высылаешь, сидишь на треморе, подойдет, не подойдет, это отдельная адреналина такого, да, сомнений вот этих всех. Ты такой сидишь на тремножной кнопке, потому что ты же уже собрал, ты уже это все, вот просто, ты понимаешь, что, ну, ну это просто глупая трата времени. Вот по моему мнению, вот личному, глубокому, я уверена, убеждена в том, что фотография фиалок, особенно с заказов, это просто мимо кассы, понимаете, это просто ни о чем. Вот просто давайте потратим свое время в никуда, давайте сфотографируем, вышлем вам, как выглядит ваш заказ и все. Единственное, что я приветствую фотографии, это когда девочки делают фотографию, а вот эта посылочка едет там к Маше и выставляет этот пост там в Инстаграме, в Фейсбуке. Прекрасно, понимаете, вот реально, вот это замечательно. А для вас, как для покупателей, это просто ни о чем, понимаете. Это все равно, что я бы сфотографировала у себя розу, выслала вам фотографию, отправила фиалки. На качество посадочного материала это абсолютно никак не влияет. Увидеть размер, не увидеть размер вообще не имеет значения, потому что если человек захочет вас обмануть, он вас обманет. Он вам одну фотографию вышлет, а вышлет какой-то мусор и барахло, понимаете. Вы никак не застрахуетесь, а почему мне не выслали те фиалки, которые вы фотографировали. Кстати, у меня был один очень хороший случай, когда еще не было тогда фотографии вот этого вот дикого фотографирования. Вот у меня был реальный случай, когда я собрала заказ, я несла вот эту коробочку, уже собиралась все паковать. У меня эта коробочка вылетает из рук каким-то волшебным образом. Все просто падает на пол, это все разбивается. И я просто смотрю на эти обломки фиалок и понимаю, что эти детки явно туда уже никуда не едут. Я иду и собираю по-новому заказ, понимаете. Поэтому как бы гарантии того, что даже специально или случайно человек вам вышлет те фиалки, которые он вам сфотографировал, это ни о чем. Если человек захочет вас обмануть, он вас обманет, потому что фотография не гарантирует то, что этот человек возьмет эти фиалки сфотографированные, запакует вам качественно, надежно, что оно к вам доедет целое. И у вас это все, что приехало, будет расти, свисти и радовать вас. Вот никак не влияет фотографию, ну никак, ну понимаете, я работаю реально с огромным количеством селекционеров, коллекционеров, ну не с огромным, ладно, вот с ключевыми селекционерами. Вот в этом году я заказывала у Диметриса. Ни одной фотографии они не высылают. У них даже на сайте написано вот такими огромными буквами, фотографии заказов мы не делаем. Вот если вы не уверены в качестве, знаете как, ну не покупайте. Все, да, у них дорого, да, у них много это стоит, но они не делают фотографии продаваемых, вот то, что они продают. Да, делают и выставляют пост, но они не высылают конкретно заказчику эту фотографию. Я не один раз заказывала у Диметриса, у Дмитрия Демченко, у Елены Лебецкой раньше заказывала. Нет, фотографии они не делают, вы понимаете. Вот зачем мы это делаем, я не знаю. Да, я приветствую фотографию сортов, фотографию, допустим, ваших растений, как пример продаваемых. Внимание, пример продаваемых. Вы один раз собрали, как вот это вот у вас приблизительно выглядит, сфотографировали. И просто вот человек спрашивает фотографии, вот вам пример продаваемых деток фиалок, вот вам пример продаваемых листьев, вот иногда вот такие вот фотографии мои девочки-красавицы. Но здесь еще есть один нюанс, понимаете. Это цена, которую вы платите за растения. Если вы приходите по-нищебродски, простите за выражение, покупать за 3 копейки фиалки и требуете от человека и фотографию, и как срываете, и как цветут. Но тут уже имейте совесть, понимаете. Потому что реально есть момент, когда ты ставишь цену, пытаешься это все продать побыстрее, и ты не хочешь заморачиваться с вот этим вот всем вопросом обслуживания такого царского своих клиентов. Ты просто ставишь цену, чтобы тебе меньше морочили голову. Но, как правило, получается наоборот. Чем дешевле ставишь цену, тем больше морочат голову и начинают рассказывать, давать мне фотографии вот этих вот сортов, которые вы получаете. Если вы хотите фотографии, если вы хотите фотографии розеток, фотографии стеллажа, если вы хотите личный бренд человека, пожалуйста, платите за это деньги. Вот реально, вы хотите, допустим, получать гуччи, носить красивую, очень качественную одежду. И вы такие, понятно, пожалуйста, мне упаковочку, пожалуйста, мне качество материала, обслуживание. Вот вы пришли в салон, магазин гуччи, там кожаные диваны стоят, все. И вы, соответственно, платите за это все. А когда вы приходите, покупаете по дешевке, по минимальной цене, которую только можно придумать на лист фиалки, и при этом требуете и диван мне кожаный, и фирменную упаковку, и все. Но, ребятушки, так не работает, понимаете? Вот тут вот нужно это немножко понимать, потому что поработав вот в этот сезон активно, я поняла, что у народа просто за это время крышу сорвало. Давайте мне фотографии. Я вот реально, я когда заказывала у девочки листья, кстати, я не опубликовала это видео, нужно опубликовать. Я реально заказала листья очень дешево. Там была цена, допустим, рыночная цена фиалок, листья свежесрезанного там 10 гривен или 15. А я покупала по 4 или по 5, понимаете? Я молча, мне человек написал список, я посмотрела, какие это все, сколько стоит. Я себе просто понимаю, что я даже размер не спрашивала. Потому что я понимаю, что по такой цене, если приедет, и то будет хорошо. Хорошо, я оценила свои риски и просто заказала у девочки фиалки. Листья приехали более-менее нормально, я даже удивилась, потому что по такой цене, в принципе, классно все. Доехала, все укоренилось, сейчас вот надо уже рассаживать. Но я не требовалась с этой девочкой. А давайте фотографии, как они цветут, именно ваши. А давайте мне фотографии какие-то листья. А с каких вы розеток это все снимаете? Потому что я понимаю, что я 3 копейки за это плачу. Вы понимаете, что вот сколько плачешь, столько получаешь. У нас же с вами, я прекрасно понимаю, есть такая фишка. И у меня тоже, у всех тоже. Я не считаю, что это плохо. Мы хотим потратить меньше, купить подешевле, но получить лучше. И иногда это работает, иногда это не работает. Иногда работает и так, иногда и работает наоборот. Но именно смысл этого видео в том, что все-таки нужно, вот сама суть, которую я хочу подчеркнуть, что нужно понимать, сколько вы платите и какой товар вы получаете. И когда, допустим, у вас за 5 копеек приехали не очень крупные, маленькие листья, которые, в принципе, нормально себя чувствуют, то, в принципе, вспоминаем, сколько платили, вспоминаем, что размер листа вообще не имеет значения, укореняем и выращиваем дальше. Понимаете? Все, никаких претензий, я считаю, в этом месте вообще предъявлять не надо. И второй основной момент, который я озвучила в этом видео, это то, что просто реально, девочки, фотография вот того, что к вам приедет, коробочки, которые вам едут, и как вы упаковываете, оно вообще никак не влияет на то, как это растение в дальнейшем будет у вас расти. Оценить адекватно качество товара вы можете только спустя годы. И все. Ну, вот так вот. Вот так вот, что я вам могу, хочу и сказать. Давайте ваше мнение, комментарии, посмотрим, почитаем. Хорошего вам дня, до новых встреч, пока-пока.